МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. А это что такое? Ничего себе! Ничего себе! Ранним утром 9 марта 1979 года вахтер реставрационной мастерской Ленинградской академии художеств обнаружил тело 24-летней аспирантки этого учебного заведения Елены Андреевны Нестеровой. Преступник нанес девушке множество ударов по голове тяжелым старинным подсвечником, который нашел там же, в мастерской. Кому и зачем понадобилось таким жестоким способом отбирать жизнь у молодой женщины, предстояло выяснить начинающему следователю прокуратуры Дмитрию Николаевичу Чернявскому. Он впервые руководил расследованием убийства. Первый удар пришелся девушке в правый висок. После него она, по всей видимости, потеряла сознание и упала на пол лицом вниз. Затем убийца нанес около 10 ударов по затылку, которые и стали смертельными. Похоже, для убийства преступник воспользовался первым предметом, который попался ему под руку. На тумбе у стены, в метре от тела, был виден отчетливый след от основания подсвечника. А вот и орудие убийства. Дима? Да. С него отпечатки стерли. Возможно, вот этой вот тряпкой. Ей раньше, похоже, кисти вытирали. Ну, собери все. Может быть, в лаборатории что-нибудь скажут. Михаил Семенович, ну что там у вас, когда ее убили? Предварительно вчера с 10 до 11 вечера. Точнее, скажет экспертиза. Понятно. Дима? Да. Тут еще вот что. Что это? Смотри. А остальное где? Да что-то не видно. Ладно, собирай это все. Вахтер рассказал, что вчера около 7 часов вечера в мастерской оставалось работать только Елена Нестерова. К ней пришли четверо ее друзей. Они принесли с собой выпивку и закуску. Хотели отметить 8 марта. Я понимаю, что нельзя, но не на холод же им сидеть. Вот я и пустил. Свои все-таки. Академские. Ну, все понятно. Григория Степановича Мартынова, который уже более 10 лет служил актером при Академии художеств, студенты прозвали дядя Гриша Полстакана. Свое прозвище он получил потому, что за полстакана спирта с пивом позволял студентам устраивать на веренной ему территории посиделки. Руководитель мастерской каждый месяц получал спирт и закрывал его в сейфе. Но ключ был слишком большим, потому носить его было с собой неудобно. И он прятал его в кабинете. Студенты знали, где хранится ключ, но они злоупотребляли и отливали спирт только для дяди Гриши, когда нужно было устроиться бантуй или кто-то хотел привезти девушку на ночь. Сложился целый ритуал. Дядю Грише приносили стакан коктейля, который художники называли оранж. Спирт разводили со светлым пивом и напиток приобретал оригинальный оранжевый цвет. Но помимо красивого оттенка, коктейль имел еще одно очень важное свойство. Он напрочь вырубал вахтера часов до шести утра. Меня зовут Дарья Денисова, мне 24 года. Имена четырех друзей убитой Елены Нестеровой, которые накануне отмечали с ней праздник, следователь Чернявский знал уже через пару часов после обнаружения тела. В мастерскую приехала лучшая подруга Елены Дарья Денисова. 24-летняя аспирантка Академии художеств. Девушка рассказала следователю, что она с тремя друзьями приехала в мастерскую к Елене около семи часов вечера. К тому времени дядя Гриша уже закрыл парадный вход, и они воспользовались дверью на заднем дворе. Она всегда считалась закрытой, хотя на самом деле замок давно сломался и дверь просто захлопывали на защелку. Секрет этой двери знал довольно большой круг посвященных. В мастерской в разные времена работало много студентов и аспирантов, и тайна задней двери передавалась из поколения в поколение, так же, как и секрет коктейля «Оранж». Дверь можно было открыть, вставив в замок половину ручки с четырехгранной сердцевиной. Эта ручка всегда была спрятана под козырьком над дверью. Пришедший открывал дверь, заходил внутрь, захлопывал дверь и вставлял ручку уже с внутренней стороны. Если приходил еще кто-то, то вновь прибывшему приходилось стучать в окно, чтобы ему открыли. Тот, кто уходил последним, клал ручку на место. Так, с этим понятно. Даша, скажите, что это за листы, вы знаете? Конечно, это рукописи и диссертации. Диссертации? Да. А где остальное? В каком смысле? Когда мы были в мастерской, диссертация была там. А кто ее мог забрать? Да вы что, из наших никто не брал точно. Она большая, я бы заметила. Ладно, спасибо. Ну что, девочки, не скучай, Витек, давай наливай. Ну, давай, взяла нам пиво. Да. В вечер убийства в мастерской праздник отмечали пять человек. Компания принесла с собой две трехлитровые банки пива для парней и две бутылки белого вина для девушек. Елена пить отказалась, сославшись на то, что ей придется работать всю ночь. Из-за реставрации картины она задержала сдачу реферата на две недели. Девушка пожаловалась, что на нее насел ее куратор, требуя предъявить готовый результат уже утром. По словам Денисовой, атмосфера в тот вечер в мастерской была веселой и непринужденной. Хотя сама Елена казалась немного грустной и даже несколько безучастной. Дарья вообще считала, что Лена просто одержима своей кандидатской, из-за нее запустила все текущие дела. Поэтому даже в праздник не могла нормально повеселиться с друзьями. Часов в девять в окно постучали. Ну давай. Кто там еще? Васька, пойдем посмотрим. Минуточку. Давай. На вечеринку в мастерскую пришел 25-летний Максим Лукин. Он тоже учился в аспирантуре и преподавал в академии. Уже несколько месяцев он встречался с Еленой. Друзья заметили напряжение, которое было между Максимом и его девушкой. Им явно нужно было что-то обсудить наедине. На допросах все четверо друзей рассказали, что компания в тот вечер покинула мастерскую около половины десятого. И Елена осталась вдвоем с Максимом. Проходите, пожалуйста. А что случилось? Я следователь прокуратуры. Дверь в квартиру Лукина следователем открыла мать Максима Валентина Васильевна. По ее словам, накануне вечером сын вернулся домой в половине двенадцатого. Максим был весь в грязи. На лице у него была ссадина. Парень был настолько пьян, что даже не мог разговаривать. Кто там, мам? Я не могла вам сказать прокуратуру. А что случилось? Максим, где вы были вчера вечером? Следователь спросил Максима, помнит ли он, где был и что делал накануне вечером. Ну, мы праздновали 8 марта, выпивали. Потом друзья ушли. Мы с моей девушкой, с Леной, немного не поняли друг друга. Я решил выпить этот коктейль. По словам Лукина, уходя, он закрыл заднюю дверь мастерской, а ручку положил на место. Он решил идти домой пешком. Дальше парень вообще ничего не помнил. Видимо, подействовал коктейль «Оранж». Максим не мог объяснить, ни как он добрался до дома, ни почему был весь в грязи. Не помнил он, кто и почему избил его. Следователь потребовал показать одежду, в которой Максим вернулся домой. Но мать только развела руками. Она постирала брюки и свитер сына, так как они были сильно испачканы грязью. А курточку новую импортную вообще потерял. А диссертация? Какая диссертация? Ну, рукопись. Ты же ее взял? Не брал я ее рукопись. Я помню, она лежала там в мастерской. Вот видишь, помнишь. А говоришь, что ничего не помнишь. Максим, вчера убили Елену Нестерову. Нет, нет. Собирайся. Тебе нужно будет проехать с нами. Не может быть, этого нет, Максим. Сыночек, нет. При вскрытии тела убитой обнаружилось, что Елена Нестерова была на седьмой неделе беременности. Максим знал об этом, но не от самой Елены. Следователь же он заявил, что хоть и встречался с девушкой уже три месяца, интимной близости между ними не было. Макс, подожди! О беременности Елены Максим узнал от своей студентки Юлии Тимажевой. Ее мать работала гинекологом в районной поликлинике, и именно она осматривала Елену Нестерову. Влюбленная в молодого преподавателя Юлия с ехицей передала слова Елены, которые та обронила в кабинете ее матери. Так вот, Ленка твоя беременная. Что ты несешь? Да-да, беременная, да. А когда она уходила, то еще похвасталась моей матери, мол, отец моего будущего ребенка умеет не только шайбу забивать. Максим рассказал следователю, что пришел в тот вечер в мастерскую к Елене, чтобы объясниться и расставить все точки над И. Это правда? Да, это правда, я беременна. А я тебе зачем? Я могу сейчас об этом говорить. Отлично. Макс, я тебя прошу, давай поговорим об этом завтра. Псссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Подруга убитой рассказала, что Елена действительно некоторое время встречалась с двумя парнями. Да, это правда. Был у нее один хоккеист, Антон Демарин. Думаю, Елена и правда была в него влюблена. А он ее бросил. А как же Максим? Максим? Ну, Макс, наверное, был чем-то вроде отдушины, что ли. Нападающий ленинградского СКА Антон Демарин был мечтой юных фанатов, которых всегда было много рядом с хоккеистами. В свои 23 года Антон перешел из категории перспективных игроков в разряд несомненных талантов. Ему доверили игру в основном составе команды, и он показывал хорошие результаты. Поговаривали, что сам Виктор Тихонов, главный тренер ЦСКА и сборной Союза, интересовался им. Спортивная карьера, наверное, была самым быстрым способом для молодых людей без связи приобрести всесоюзную славу. В начале 70-х, после серии игр с канадскими профессионалами, хоккей стал конкурировать с футболом за звание спорта номер один. А хоккеисты Фирсов, Михайлов, Харламов, Якушев, Третьяк были популярнее знаменитых актеров и певцов. Поговаривали, что Леонид Ильич Брежнев обожает хоккей и не пропускает ни одной трансляции важных матчей. За хоккейными талантами по стране развернулась настоящая охота. С похищениями, взятками, а иногда и целыми спецоперациями. Хоккеисты получали квартиры, машины, дефицитную мебель, им присваивали офицерские звания. А главное, у них была возможность выезжать за рубеж. Многие спортсмены мечтали поиграть за океаном, но в то время путь в иностранные клубы был закрыт. Проходите, Антон, присаживайтесь. Смотрите, это результат судмедэкспертизы. Здесь говорится о том, что Елена Нестерова была беременна. Вы знали об этом? Что? Какая беременность? Не знал я такого. Следователю Демарин заявил, что ничего не знал о беременности Елены. По его словам, они всего лишь немного повздорили. Мол, Елена эмоционально отреагировала на то, что Антон решил разорвать с ней отношения. А вот буфетчица утверждает обратное. Она говорит, что все слышала и про ребенка, и про врача. В реставрационной мастерской Ленинградской академии художеств найдена мертвой аспирантка Елена Нестерова. Девушки нанесли более 10 ударов по голове. Выясняется, что Елена была беременна и параллельно встречалась с двумя парнями. Один из них известный в городе хоккеист Антон Демарин. Он отрицает, что знал о беременности Елены. Но буфетчица из кафе слышала, как во время встречи Елена сообщила хоккеисту, что ждет ребенка. Под подозрением и Максим Лукин. Он навещал Нестерову накануне и был последним, кто видел ее живой. Алиби у парня на момент убийства нет. А вот буфетчица утверждает обратное. Она говорит, что все слышала и про ребенка, и про врача. Я вам говорю, никакого разговора о беременности вообще не было. Может, ваша буфетчица что-то неправильно поняла. Да, мы встречались с Еленой. Да, нехорошо мы с ней расстались. Но это все. Антон, я хочу с тобой поговорить. Демарин не стал скрывать от следователя свою связь с Еленой Нестеровой. Он рассказал, что виделся с ней в день убийства. Эту встречу подробно описала буфетчица небольшого кафе на территории спортивного комплекса, где в тот день состоялся разговор Антона и Елены. Я беременна. Ты уверена? Да, я была уже у врача. Ну, чего молчишь? Сейчас с тобой я с тобой. Хорошо. А где вы были вечером в день убийства? Антон рассказал, что вечером в день убийства он был во дворце спорта до 11 часов. Вечерней тренировки не было, и он приехал туда примерно в 21.30, чтобы просто побросать шайбу. Заточник Харитон Калабушкин, который работает в спортивном комплексе «Юбилейный», рассказал, что в тот вечер он точил коньки для всей команды. Демарин зашел к нему в коморку около десяти. Здравствуйте, Харитон Семенович. О, привет, Антошка. Как жизнь молодая. Да, можно мои коньки? Антошка, я эти еще не тучил. Да, ничего страшного, я так, на полчаса. Ну, смотри, держи. Парень был без формы. В руках держал только клюшку и сетку с шайбами. Калабушкин точно помнил, что Антон надел коньки у него в мастерской и оставил свою обувь. Подпишите протокол, пожалуйста. Вот здесь вот. Спасибо. Харитон Семенович, скажите, пожалуйста, правда ли Антон Демарин весь вечер 8 марта провел на катке? Да, вы знаете, я в этом уверен. С 9.30 до 11.00... Следователю заточник рассказал, что все время, пока он работал, с площадки доносились звуки ударов шайбы по бортам. Он уверен, что все это время Демарин был на льду. Когда на часах уже было без 15.11, Харитон сам вышел на площадку, чтобы забрать коньки Антона. Смотрю, он стоит у борта, что-то думает, задумчивый. Но я говорю, Антоша, давай завязывай, пораду мой. Так а когда, в конце концов, он от вас ушел? Ну, сразу же он переделся и ушел. Я еще обратил внимание, смотрю, что-то он грустный такой-то. Говорю, Антоша, что-то случилось. А он говорит, а Семеновичу разберемся. И сразу ушел. Спасибо вам большое, Харитон Семенович. До свидания. До свидания. Неожиданно Чернявского вызвали к руководству. В прокуратуру позвонили из спорткомитета СССР и настоятельно попросили не беспокоить молодое хоккейное дарование беспочвенными подозрениями. Оказалось, что дочь одного из заместителей председателя комитета собирается замуж за Антона Демарина. И счастливые родители полным ходом готовятся к свадьбе. Тем временем в памяти Максима Лукина стали всплывать некоторые моменты того рокового вечера. Максим утверждал, что когда он шел домой, его остановили три хулигана. Что-то спросили, а потом сняли с него куртку, а самого толкнули на мостовую, в лужу. Именно тогда Максим ударился лицом и сильно испачкался. Ты их узнать сможешь? Вряд. Но я знаю, как их можно найти. Они сняли с меня куртку, аляску. Мне дядя из Японии привез. У меня только одна такая в городе. А рукопись тоже они забрали? Да говорю я вам, не брал я ее рукопись. Но ведь она пропала. Ты же должен понимать, что хоккеисту она ни к чему. А вот тебе... Поймите, у меня другой круг научных интересов. Я занимаюсь иконами 13-16 веков. Я вам помочь хочу. Поэтому про куртку и рассказал. Помог так помог. Вот ты думаешь, они сейчас по городу ходят? Посмотрите, какая у нас куртка уникальная, да? Не знаю. Во времена Холодной войны американские военные искали подходящую верхнюю одежду для своих пилотов. Она должна была быть легкой, не стеснять движения и выдерживать очень низкие температуры на большой высоте. В поле их зрения попала одежда аборигенов Крайнего Севера под названием «Парка». Она имела оригинальную конструкцию и шилась из шкур мехом наружу и пропитывалась рыбьим жиром. Скомбинированная с другой одеждой «Парка» выдерживала 60-ти градусные морозы. Американские военные взяли за основу конструкцию куртки, а материалы для изготовления применили современные. Появилась военная куртка «Парка Н-3Б». Со временем она стала популярна и среди гражданского населения. Ее яркая оранжевая подкладка вскоре замелькала и на улицах Европы. В Советском Союзе эту куртку называли «Аляска». Ее пытались сделать в ГДР, но немецкая куртка не дотягивала по качеству до знаменитой американской парки. Позже в Союзе начали появляться японские аляски. Стоили они около 200 рублей и были очень популярны вплоть до 90-х годов. Чернявский в очередной раз просматривал фотографии с места убийства Елены Нестеровой. Следователь надеялся найти на них хоть что-нибудь, что помогло бы сдвинуть с места застопорившееся расследование. И он заметил одну особенность. Стены возле трупа были забрызганы кровью, но на одной стене было чистое пятно. Эксперт по нему определил, где стоял убийца в момент, когда наносил смертельные удары по голове уже лежавшей на полу девушки. Но брызги крови были и на потолке. Дмитрий Чернявский решил проверить свои предположения. Субтитры сделал DimaTorzok Он купил на рынке кусок мяса и литровую банку свиной крови. Спустился в подвал прокуратуры, положил мясо на пол, а сверху полил кровью. Взял ножку от поломанного стула и, сильно размахнувшись, несколько раз ударил. После каждого удара за его импровизированной дубинкой взлетали вверх капли крови и оставляли на потолке след, повторявший траекторию орудия. Похожий след был и в мастерской. Но самое главное, на что обратил внимание Чернявский, когда он бил правой рукой, дорожка крови изгибалась вправо. А когда он ударил левой, оставшийся след был уж очень похож на тот, что остался на потолке мастерской. Удар, который сбил девушку с ног, пришелся в правый висок, значит, был нанесен слева. Чернявский предположил, что убийца действовал левой рукой, а хоккеист Демарин и Максим Лукин были правшами. Да. Здравствуйте. Я следователь прокуратуры Чернявский Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. У меня есть к вам пара вопросов по делу убитой Нестеровой. Присаживайтесь. Присаживайтесь тоже. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Следователь отправился в Академию художеств. Он хотел выяснить, почему у Елены Нестеровой возникла необходимость работать в мастерской всю ночь, да еще и в праздничный день. Ее научный руководитель, доктор наук Холодеев, был уже третий месяц на больничном, поэтому курировал работу Елены кандидат наук Евгений Александрович Кириллов. Его на работе не оказалось, и Чернявский решил поговорить с ректором Академии Савелием Ивановичем Терехиным. Тот рассказал, что утром, в день убийства, произошел не очень понятный инцидент. Эта девушка, Елена Нестерова, ворвалась в мой кабинет и стала требовать, чтобы я ей сменил научного руководителя. Евгений Александрович как раз был здесь. Кириллов вклинился в разговор и осадил аспирантку, заявив, что не подпишет ее, как он выразился, бредовую тему. Он уже обсудил это с ее руководителем Холодеевым, и тот его поддержал. Евгений Александрович напомнил, что Нестерова уже две недели как просрочила сдачу другой работы. Несмотря на то, что в тот день был праздник, Кириллов хотел видеть результат на следующий день утром. И как отреагировала на это Нестерова? Нестерова сказала, что этого так не оставит. И ушла. Знаете что, спросите об этом лучше самого Евгения Александровича. Обязательно поговорим. Ну что ж, все тогда. До свидания. Я вас провожу. Кириллов Евгений Александрович. 58-летний научный руководитель погибшей Елены Нестеровой. Кандидат наук, признанный в научном мире эксперт золотого века голландской живописи. Жил один. Отдавал все свое свободное время делам Академии. Следователь Чернявский, перед тем, как идти на встречу с Кирилловым, решил еще раз поговорить с подругой убитой, Дарьей Денисовой. Он надеялся выяснить причину конфликта Нестерова с ее научным руководителем. Вот, возьмите. Спасибо. Даша, у меня есть к вам еще пара вопросов. Скажите, пожалуйста, вы как подруга Елены были в курсе ее конфликта с куратором? Денисова рассказала, что ее подруга, вдохновленная лекциями самого Кириллова, заинтересовалась творчеством малоизвестного голландского художника Виллема Дрозта. Как, простите? Виллем Дрозд. И собралась писать о нем кандидатскую диссертацию. Но Кириллов раскритиковал эту тему и настоятельно просил Елену подумать о другом исследовании. Упрямая девушка не хотела отступать. А что, тема такая интересная? Да, интересная. Елена там хорошо продвинулась. И что же она там такого смогла узнать? Дрозд был учеником Рембрандта. И есть основания полагать, что некоторые из рембрандтовских картин на самом деле писал Дрозд. Понимаете, что это бомба. То есть Кириллов не хотел подписывать диссертацию Елены? Да он вообще тему не подписывал. У нас в Эрмитаже есть картина Дрозта «Тимофей и Лаида». Но без Кириллова Лена не могла получить разрешение на ее исследование. Понятно. В реставрационной мастерской Ленинградской академии художеств найдена мертвой аспирантка Елена Нестерова. Девушки нанесли более 10 ударов по голове. Пропала диссертация, над которой работала Нестерова. Следователь устанавливает, что убийца левша. Позже выясняется, что у Нестеровой был конфликт с ее научным руководителем Евгением Кирилловым. Он вынуждал девушку сменить тему уже почти готовой диссертации. Подруга убитой рассказала, что Елене удалось сделать сенсационное открытие в исследовании работ голландского художника Вильлема Дрозта. Но Кириллов ничего не хотел даже слышать об этом. Проходите, задавайте ваши вопросы, а то я спешу. Евгений Александрович, скажите. Евгений Кириллов без особого энтузиазма принял у себя в квартире следователя Чернявского. Неохотно разговаривал и о погибшей аспирантке. Признавал, что она была не без таланта, но уверял, что ученый из нее не получился бы. Почему так считаете? Увлеченности и страсти много, а системности ноль. Одни фантазии. Скажите, зачем вы ее загрузили той ночной работой, да еще и в праздник? Ну, чтобы на земли немного опустить. А где вы сами были восьмого числа вечером? Дома работал. Тогда еще один вопрос. Когда вы последний раз были в мастерской? Дальше уж не припомню. Может, год назад, может, больше. Поговаривают, Елена в своей диссертации какое-то открытие сделала. Послушайте. Не говорите ерунды. Сейчас все начали мистифицировать. Нет никакой тайны. Елена писала диссертацию. Тема и основные положения были на кафедре. Она исследовала Дрозда. Как? Простите. Вильяма Дрозда. Чернявский попросил Кириллова правильно записать для него на бумаге имя художника, о котором Елена Нестерова писала свою кандидатскую диссертацию. Следователь с удивлением заметил, что Евгений Александрович пишет левой рукой. Вот, возьмите. Спасибо. В квартире Кириллова следователь заметил на столе несколько книг, судя по названию, посвященных Рембрандту. В бумагах, которые лежали рядом, внимательный взгляд Чернявского также успел выхватить несколько раз повторяющееся слово «Рембрандт». Поэтому на следующее утро молодой следователь первым делом направился в академическую библиотеку, чтобы посмотреть научные публикации самого руководителя, погибшей аспирантки. Да, я так понимаю, Рембрандт был его конек. Знаешь, мне в библиотеке сказали, он лет 15 на него угрохал. От него даже жена из-за этого ушла. Из-за работ? Получается, что так. Дима, куртку нашли. Мать опознала? Это Аляска Максима Лукина. Где нашли? Ориентировку по районам разослал. Кировскому участковый парня взял. Так представляешь, тот в школу не скрывая сходил. И что, рассказ Лукина подтвердился? Да, сказал, что с пьяного сняли. Только вот рукописи никакой при нем не было. Мне кажется, я знаю, где нам рукопись искать. Чернявский убедил прокурора дать санкцию на обыск квартиры Кириллова. Репродукции Рембрандта. Вырезки книги на ту же тему. Диссертация. Кириллов Евгений Александрович. Взгляните. В его квартире оперативники нашли черновики диссертации, над которой работал сам хозяин. Посвящена она была Вильяму Дросту. Судя по собранным бумагам, трудился Кириллов над ней уже не первый год. Старались, когда писали, да? О, кажется, я нашел. Что там? Смотри. Оперативники нашли и другую увесистую папку с материалами по этой же теме, написанной от руки. В ней не хватало двух страниц, тех самых. Прошу обратить внимание, что страницы пронумерованы. Прошу обратить внимание, что отсутствуют страницы 77 и 78. Также на страницах 121, 122, пятна алого цвета. Возможно, кровь. Да на этих страницах диссертация была открыта, когда в Акьеле не пришли. Чернявский искал подходящую дверную ручку, которой можно было бы открыть заднюю дверь мастерской. И ее быстро нашли. Что, не удосужились обратно прикрутить? Хозяин квартиры снял подходящую ручку с одной из своих межкомнатных дверей и даже не удосужился прикрутить ее обратно. Она так и осталась лежать в прихожей на полке. На ручке эксперты нашли остатки краски. Они были похожи на краску на тряпке, которой после убийства преступник стер отпечатки своих пальцев с подсвечника. Оказалось, что бумаги в папке с материалами для диссертации написаны рукой убитой Елены Нестеровой. Также при первичном осмотре мастерской на стуле эксперты обнаружили несколько ворсинок меха, идентичных ворсу с шапки Кириллова. Видимо, он положил ее туда, когда зашел в мастерскую в вечер убийства. Кириллов не стал отпираться и признался в совершенном преступлении. Евгений Кириллов занялся изучением творчества Дрозда более 10 лет назад. Тогда он, малоизвестный художник и подающий надежды ученый, решил, что эта тема станет основой его научного труда и поможет ему завоевать известность в кругах искусствоведов. Но работа над диссертацией продвигалась не так быстро, как он себе представлял. Но Евгений Александрович винил не себя, а быт, который, по его мнению, не давал полностью посвятить себя любимой теме. Кириллов был женат на очень красивой женщине по имени Татьяна, которая была почти вдвое моложе его. Она все время требовала к себе внимания, а главное, хотела завести детей. Кириллов чувствовал, что пеленки и его любимая диссертация никак не уживутся в одном доме. Привет! Отношения между супругами начали стремительно портиться. Таня, ты где была? Ух ты! Ты даже заметил! Ты же знаешь, как я много работаю. Осталось выяснить, для чего, а главное, для кого. В конце концов, Евгений Александрович остался один, но холостяцкая жизнь не дала ему возможности глубже окунуться в любимую тему. Наоборот, работа над диссертацией совсем застопорилась. Неожиданно, одна из асперанток выбрала себе для кандидатской диссертации ту же тему, над которой так долго работал сам Кириллов. Мало того, Елена Нестерова продвигалась в своих исследованиях очень быстро. В некоторых вопросах даже опережала своего научного руководителя. Он сначала пытался уговорить Елену сменить тему работы, но действовал грубо, чем окончательно испортил отношения со своей ученицей. Кириллов вообще был человеком, который не умел себя сдерживать. После инцидента в кабинете ректора он решил еще раз попробовать договориться с упрямой девушкой. Зная, что вечером в мастерской Нестерова будет работать одна, Кириллов решил с ней поговорить с глазу на глаз. Но когда он пришел туда около восьми часов вечера, то увидел, что главный вход уже закрыт, а внутри гуляет целая компания. Кириллов знал про заднюю дверь. Он вернулся домой, выкрутил ручку и опять направился к мастерской. Открыв своей ручкой заднюю дверь, Кириллов зашел в мастерскую около десяти часов вечера. Компания уже разошлась, но с Еленой оставался Максим Лукин. Кириллов решил не показываться им на глаза, а переждать в подсобке, надеясь, что Максим тоже уйдет. Через пять минут так и случилось. Максим выпил и ушел, закрыв за собой заднюю дверь. По утверждению Кириллова, он еще раз попытался договориться с Еленой. Кириллов сказал, что тогда в девушку словно дьявол вселился. Она ни в какую не хотела ничего конструктивно обсуждать. Елена наговорила ему страшных гадостей, а он не сдержался и ударил девушку тем, что попало под руку. Нестерова упала, но он уже себя не контролировал. В ярости он бил лежащую девушку по затылку. Когда успокоился, вытер свои отпечатки с подсвечника, забрал папку с бумагами и ушел. Кириллов был осужден на восемь лет. В колонии рисовал агитплакаты и оформлял так называемые красные уголки. Через шесть лет получил условно-досрочное освобождение. Но не захотел возвращаться в Ленинград, прожил в Уральском селе еще семь лет. Работал художником-оформителем при местном клубе. Там и умер. После смерти Кириллова все его рисунки забрала двоюродная сестра. Что она с ними сделала, никто не знает. А насельчане вспоминали, что Кириллов часто рисовал одну и ту же картину. О ней была молодая женщина, очень похожая на ту, которую изобразил Бельем Дрозд и назвал Версавием.